Рослальская правде Рослальская правде Сотрудники детской библиотеки побывали в гостях у дошколят А теперь об этих и других событиях подробнее Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Муратом Зязиковым и только что назначенным на должность главного федерального инспектора по Смоленской области Юрием Стрелецким Глава региона рассказал о привлечении инвестиций в экономику Смоленщины, о строительстве индустриальных парков и создании первой в ЦФО территории опережающего развития в моногороде Дорогобуш В Смоленской области началась реализация второго этапа одного из главных экологических проектов региона Специалисты из Санкт-Петербурга уже приступили к демеркуризации и ликвидации главного цеха бывшего ртутного завода в Голынках Руднянского района В рамках этого этапа с территории бывшего завода будет выведено более полутонны опасных отходов и почти 5000 тонн строительного мусора 18 августа коллеги из газеты «Рословская правда» отмечают 100-летний юбилей Это одна из старейших газет Смоленской области О том, как работает редакция газеты, мы хотим рассказать в нашем репортаже Первый выпуск газеты датируется маем 1917 года Газета учреждена была Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Называлась она «Известия» Газета за это время несколько раз меняла название, но с честью пережила и гражданскую войну, и Великую Отечественную Также активно участвовала в жизни молодой советской страны во время восстановления и развития Менялись редакторы, корреспонденты, но дух патриотизма и любви к родине оставался всегда Сохраняет его и нынешний коллектив редакции Костяк которого помнит советские времена, годы перестройки и лихие 90-е Полноценно живут и сейчас Именно «Рославская правда» освещала работу Смоленской АЭС с самых первых дней пуска Первые подарки к юбилею коллектив редакции получил от атомной станции Представители САЭС вручили поздравительный адрес и сувениры от директора Павла Лубенского А также подарки от концерна «Росэнергоатом» Коллектив газеты отличает профессионализм, грамотность и творческий подход к делу Сохраняя славные традиции отечественной журналистики, главными для вас остаются темы духовности, нравственности и патриотизма Искренне благодарен редакции за объективное и правдивое освещение деятельности Смоленской АЭС Ее вкладе в социально-экономическую жизнь региона Поздравить коллектив приходят и читатели, особенно они благодарны редакции за то, что газету пенсионеры получают бесплатно Коллектив и сейчас шагает в ногу со временем Чтобы не растерять читателей, темы статей должны быть актуальны для любого человека А это как раз, наверное, в связи с тем, что журналист должен всегда самообразовываться И что 25 лет назад, что на сегодняшний день эта профессия, она это подразумевает И те специалисты, которые 25 лет назад пришли, они постоянно растут, растут, растут Но выросли в тех, и они соответствуют тем требованиям журналистики, которые на сегодняшний день к ним, значит, непосредственно предъявляются Мы желаем редакции газеты «Рославская правда» отметить и следующий свой столетний юбилей 14 августа саперы пожарно-спасательного центра изъяли и уничтожили очередную порцию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны В Рославле на улице Коммунистическая обезврежена ручная граната F1 В деревне Самойлова Гагаринского района обнаружена минометная мина калибра 81 мм Три минометных мины калибра 50 мм и граната РГД-33 Противоударный комплект современной индивидуальной защиты «Панцирь» получили в распоряжение подразделения военной полиции Смоленщины По сообщению пресс-службы ведомства, экипировку также доставили в Калининградскую, Ленинградскую, Московскую, Курскую, Нижегородскую и Воронежскую области В структуру Десногорского отдела МВД входит следственное отделение, в котором свою никем незаметную, но очень важную для города работу ведут 4 следователя За их деятельностью установлен строгий надзор прокуратуры и процессуальный контроль Об итогах работы следственного отделения за 7 месяцев этого года в нашем следующем сюжете Основная задача сотрудников отдела – это не только своевременное дело производства, но и соблюдение и защита конституционных прав и свободы человека А также установление лиц, совершивших преступления и привлечение их к уголовной ответственности За 7 месяцев текущего года в следственном отделении МВД России по городу Десногорску находилось 100 уголовных дел 44 уголовных дела направлены в суд с обвинительными заключениями Привлечено к уголовной ответственности 47 лиц 28 уголовных дел приостановлено Из них 2 уголовных дела в связи с розыском лица, скрывшегося от органов предварительного следствия В настоящее время местонахождение данных лиц установлено Уголовные дела направлены в суд Наиболее распространенными видами преступлений, дела по которым направлены в суд, являются кражи и преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств В структуре подразделения созданное ведет работу специализированная группа по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет Работа осуществляется в тесном взаимодействии с экспертом-криминалистом Кроме того, сотрудники отдела ведут дела и о дорожно-транспортных происшествиях За 7 месяцев 2017 года в суд направлено с обвинительным заключением 3 уголовных дела Из них все эти преступления совершены, дорожно-транспортные происшествия в 2016 году Характерно сентябрь-октябрь месяц, с момента начала школьных занятий И в основном эти преступления совершены с наездом на несовершеннолетних детей Причем, в принципе, наезды совершены на нерегулируемых пешеходных переходах При выполнении детьми предписываемых требований Однако, данные факты имеют место из-за невнимательности водителей Следователи несут ответственность не только за качественное и своевременное уголовное дело производства Но и за профилактику преступлений в Десногорске Вся работа отдела ведется согласно четко определенным и поставленным задачам На сайте Федеральной налоговой службы работает новый раздел Регистрация индивидуального предпринимателя И теперь статус индивидуального предпринимателя можно получить всего за сутки Для регистрации ЭП с помощью интернет-сервиса Жителям региона требуется лишь паспорт, ННН и наличие электронной почты Спикер регионального парламента поздравил с пятилетием общественную организацию «Дети-ангелы» Она объединяет 160 семей, воспитывающих особых детей Председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов подарил детям-ангелам мебель, которая была им необходима для арт-студии В день физкультурника в рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» Полицейские провели мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни для детей и подростков Отдыхающих в спортивно-оздоровительном комплексе «Смена» Подробности далее Возможность поучаствовать в зарядке под руководством настоящих полицейских Была встречена юными смолянами с восторгом и энтузиазмом Спортивное мероприятие началось с разминки, которую провели сотрудники отряда специального назначения «Гром» Комплекс специальной гимнастики вместе с ребятами Выполнили неоднократные призеры и победители всероссийских международных турниров Кандидаты в мастера спорта по вольной борьбе Затем стражи правопорядка продемонстрировали свое мастерство в боевых приемах борьбы И показали основные принципы самозащиты Среди детей нашлось много желающих повторить несколько приемов Под чутким руководством полицейских Под звуки зажигательной музыки взрослые и дети поучаствовали во флеш-мобе Повторяя одновременно ритмичные движения физических упражнений А хорошенько подразмявшись, ребята разделились на две команды И приняли участие в веселой эстафете А самые маленькие участники мероприятия нарисовали на асфальте различные виды спорта Рисовал мелками, приемы легкие учила Мне понравились эстафеты и как делали зарядку Все дети участники спортивного мероприятия получили сладкие подарки Завершился праздник познавательной беседой Ребята задали стражам порядка интересующие их вопросы На которые, естественно, получили исчерпывающие ответы Во Флёнове завершается реставрация мозаики «Спас нерукотворный» Специалисты из Санкт-Петербурга третий месяц приводят в порядок надвратное пану Храма Святого Духа Созданное по эскизу выдающегося русского художника, философа, писателя, путешественника и археолога Николая Рериха Реставраторы планируют завершить работу в течение ближайшей недели А затем в храме начнется монтаж выставки, посвященной истории создания и усадьбе этой уникальной церкви А в Ярцеве заканчивается строительство храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца С ходом работы знакомился губернатор Алексей Островский Место для возведения храма было выбрано митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом ныне Святейшим Патриархом Московским и Всеяруси Сотрудники детской библиотеки Десногорска побывали в гостях у воспитанников старшей группы детского сада «Лесная сказка» Встреча проходила в рамках международного грантового конкурса «Православная инициатива», который наша детская библиотека выиграла О чем беседовали библиотекари с детьми, расскажем в нашем сюжете Встреча называлась «Через книги к добру и свету» и разговор состоялся соответственно о добре и дружбе Библиотекари показали детям книги, рассказали о них, читали стихи и сказки о добре Библиотека у нас любимый наш гость Наши детки тоже с удовольствием посещают библиотеку И я думаю, что это в дальнейшем им пригодится для того, чтобы когда они пойдут в школу, они понимали, что библиотека им дает Что книга в их жизни значит Некоторые из детей этой группы уже ходят в библиотеку и отлично знают рассказы Николая Носова, Юрия Яковлева, Валентина Катаева Тему «Добра и дружбы» малыши буквально пропустили через свое сердце Добра – это когда дашь маме цветы, жалеешь и радуешь маму чем-то удивительным Мне понравилось то, что когда нам рассказали о доброте и рассказали о книжках, мне очень понравилось Я жалею, когда Кирилл плачет и когда Даня тоже Маме и папе, всем, которые живут в этом мире, надо помогать и любить В наступающем учебном году сотрудничество коллектива детской библиотеки с педагогами лесной сказки продолжится Уже в сентябре состоится встреча, где они составят план совместной работы И в заключении наш анонс 19 августа в музее-усадьбе Михаила Глинки в селе Новоспасское Ельнинского района Состоится праздник «Яблочный спас. Нам яблок-припас» Гости праздника смогут бесплатно посетить экскурсии в доме музея Глинки И узнать больше об истории яблочного спаса И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Благодарю за внимание и желаю вам хороших выходных До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова